В Синагоге на Большой Бронной во время празднования Пурима состоялся настоящий карнавал. Маленькие девочки нарядились в самые лучшие свои наряды и на время превратились в прекрасных цариц. Я выбрала этот костюм, потому что он был очень красивый. А хулиганы-мальчики все как один выбрали роли защитников. Кто-то стал солдатом цагала, кто-то полицейским. И все они буквально атаковали своим громким смехом огромное здание дома молитв. Я солдат Израиля. Почему ты выбрала именно этот костюм? Потому что этот праздник, когда солдаты Ашемы победили. Маленькие дети с большим энтузиазмом. Подходят к празднику Пурим. Поэтому организаторы торжества стараются из года в год радовать малышей подарками и конкурсами. В этом году впервые на мероприятии веселые клоуны устроили настоящее химическое шоу. Каждый смог почувствовать себя волшебником. Это праздник, который может быть даже выше, чем Йома-Кипурим. Даже в самом слове «Кепурим» мы видим подобный Пуриму. То есть такой высокий и большой праздник, как Йома-Кипурим, он только подобен Пуриму. Несмотря на то, что там мы постимся, одеваемся во все белое, там мы соединяемся с Богом на очень-очень высоком уровне. И тем не менее праздник Пурим оказывается еще выше. Самая главная идея праздника Пурим – это найти в себе силы раскрыть свой внутренний потенциал. У горшких евреев даже этот праздник называется Ому-Ну. То есть мы говорим о том, что Ому-Ну, мы говорим Оман. В конце концов, это тоже к добру. Почему? Потому что Оман тоже был послан для того, чтобы евреи раскрыли в себе что-то настоящее, глубокое, внутреннее. Хотелось бы поздравить, в первую очередь, общину горских евреев с этим замечательным праздником. Мы просим у Бога, чтобы Он нам послал в самую большую радость. Чтобы Он нам послал полное и окончательное освобождение с приходом праведного Машииха. Что бы ни произошло, все к лучшему, любит повторять Раф Авраам Иллигуев. Ведь то, что произошло с евреями много лет назад, то, что пришел Оман и хотел уничтожить весь еврейский народ, привело к появлению такого замечательного праздника. История Пурима передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. И не мудрено, что о коварном Омане и прекрасной Эстер знают все, от мала до велика. Был один король Ахашвирош, и у него был слуга. Его звали Оман, и он посоветовал Ахашвирошу убить евреев. Эстер, она была принцессой. Она обманула Ахашвирожа, чтобы жениться на богатыре. Праздничный стол не обошелся без традиционного угощения – ушей Омана. Они имеют треугольную форму в соответствии с тремя основами – изучением торы, молитвами и добрыми делами. Когда евреи поддерживают эти области духовного развития, укрепляется и весь еврейский народ. У еврейского народа есть два праздника – это ханок и Пурим, по которым сказано, что их будет отличаться с такой большой радостью, с большей радостью, с приходом Ашеха. И мы видим это сейчас, сегодня здесь, что с каждым годом все больше и больше евреев приходят с ногу, начинают соблюдать, делают добрые дела, делают добрые поступки. Это связано с тем, что вот-вот в ближайшее время у нас друг к Ашех. Лехаем, лехаем, чтобы с каждым годом было все больше и больше, и в количестве, и в качестве. Я хочу поздравить всех наших евреев с праздником, пожелать всем благополучия, удачи всем, и чтобы в нашей жизни все кардинально изменилось и все к лучшему. Меня зовут Агарон Адельель, хат Пурим Санек. Я поздравляю всех евреев, весь еврейский народ с праздником. Дай Бог, дай Бог, скорейший проход Ашеха. Дай Бог, чтобы еврейский народ приблизился, чтобы стали такими же праздниками, как Мардыхай, чтобы женщины стали такими же праведниками, как Эстер, за скорейший проход Ашеха. Меня зовут Воля, я хочу всем пожелать хак пурим Санек. Ак-Самея, чтобы этот веселый праздник принес всем детям радости, родителям, старикам, чтобы в каждой семье были долгожители. Поздравляю всех горских евреев, а также всех евреев всего мира с праздником Пурим. Хочу, чтобы в каждом доме царили веселье, радость, здоровье и благополучие. От всей души, от лица всех горских евреев, хотим приблизить Машеха, радоваться и веселиться каждому дню, который Всевышний нам дает. Амин, амин. Хак-Самея. Амин.